Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, её ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Всевидящее око медицинского прибора способно заглянуть в глубины организма. Этот метод практически окно в сосуд. Мы, не разрезая, не вводя ничего, мы видим, что происходит внутри сосуда. Движение, красота и радость общения. Хожу на балы и от этого получаю огромнейшее удовольствие. И это мне предлевает, как говорится, жизнь и настроение поднимает. Новая технология замены сердечного клапана через микропроколы. В нашем центре разработана и внедрена в практику очень интересная операция. Это операция замены артального клапана без вскрытия грудной клетки. Здоровье вашего сердца в ваших руках. Смотрите прямо сейчас. Сегодня гость нашей студии Фаиль Таипович Агеев, руководитель научно-диспансерного отдела российского кардиологического научно-производственного комплекса Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте, Фаиль Таипович. Здравствуйте, Владимир Александрович. Фаиль Таипович Агеев. После окончания с отличием первого Московского медицинского института имени Сеченова прошел путь от клинического ординатора до руководителя научно-диспансерного отдела российского кардиологического научно-производственного комплекса, который был создан непосредственно при его участии. Автор более 500 научных работ и 10 изобретений. Лауреат премии правительства Российской Федерации. Фаиль Агеев – один из организаторов общества специалистов по сердечной недостаточности. Большинство сотрудников поликлиники кардиоцентра являются непосредственными учениками профессора Агеева. Фаиль Таипович, ну, говорят, что у нас в России, да и в мире, в общем, одна из основных причин смертности – это болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой, это инсульты и инфаркты. И так ли это, и какие современные методы лечения предлагает наша российская медицина, чтобы сократить количество смертей? Действительно, болезни сердца и сосудов относятся вот к той категории заболеваний, которые вносят наибольший вклад в смертность населения всей планеты. Ну и, конечно, к сожалению, население Российской Федерации. На 100 тысяч населения приходится примерно на данный момент времени порядка 700 смертельных случаев. Много-то или мало? Для сравнения, скажем, в худшие времена, которые были у нас примерно в 90-х годах, в период перестройки, ломки нашего общества, частота достигала тысячи на 100 тысяч населения. Но вот где-то начиная с 2002 года была внедрена российская программа, правительственная программа борьбы с болезнями системы кровообращения. И надо сказать, что она привнесла свои плоды, вот этот график смертности, тренд стал отчетливо снижаться. То есть это была профилактика заболеваний? Вы знаете, это комплексный подход. Это касается и профилактики, и просвещения населения, и внедрения в сознание необходимости вести здоровый образ жизни. Ну и, конечно, введение таких конкретных методов, как новые методы, о чем вы спрашивали, диагностики, лечения, хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И всё вместе в комплексе, как мне кажется, принесло этот замечательный результат. Правильная диагностика играет ключевую роль как при выборе пути лечения, так и для профилактики, порой помогая избежать инвалидности. Сегодня в распоряжении медиков имеется целый арсенал высокотехнологичных методов исследования, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, показания и противопоказания. При проведении ангиографии в сосуд пациента вводится катетер с контрастным веществом, что позволяет в рентгеновских лучах подробно исследовать состояние кровеносной системы. Компьютерная томография, получение послойного изображения, срезов внутренней структуры организма, также основана на лучевом анализе с использованием контрастного вещества, которое вводится через укол. С появлением мультиспиральных аппаратов заметно возросла информативность исследования. Путей развития несколько. Во-первых, все производители работают над тем, чтобы снизить лучевую нагрузку. Это одно направление. Второе направление клинически применимое – это приблизить возможности рентгеновской компьютерной томографии к возможности МРТ, то есть улучшить тканевое разрешение. Конечно же, в перспективе добиться таких изображений, например, сосудов, чтобы отказаться от инвазивной ангиографии. Тем не менее, есть преимущества перед инвазивной коронарографией. Если при коронарографии оценивается просвет сосуда, только просвет, то мы можем оценивать непосредственно сосудистую стенку и непосредственно атеросклеротическую бляшку и выявлять косвенные признаки её нестабильности. То есть можем прогнозировать её разрыв, что сопровождается развитием острого коронарного синдрома. Другой метод – магнитно-резонансная томография – даёт высокую степень разрешения без облучения и ввода контрастных веществ. Но это исследование требует больше времени и абсолютно противопоказано пациентам с кардиостимуляторами и металлическими имплантантами. Инновационные методы диагностики проводятся на сложном дорогостоящем оборудовании. Вместе с тем остаётся актуальным давно известное ультразвуковое исследование. Этот метод практически окно в сосуд. Мы не разрезая, не вводя ничего, мы видим, что происходит внутри сосуда. И первыми обратили внимание на возможности этого метода неврологи, безусловно, потому что это прежде всего профилактика инсульта. Но сейчас и кардиологические клиники, кардиологи очень внимательно относятся к данным этого метода. С помощью УЗИ стало возможно оценить даже эластичность артерий, что очень важно для людей с повышенным давлением и позволяет предвидеть дальнейшие изменения в сосудах. Появился метод трёхмерного ультразвукового исследования. В наши дни, опираясь на широкий арсенал методов диагностики, врачи получили возможность предупредить развитие многих заболеваний или разработать эффективную стратегию лечения. Как Вы вообще оцениваете техническую оснащённость Вашего центра? Ну, я считаю, что в техническом отношении наш центр является одним из самых оснащённых у нас в стране. Причём это касается и каких-то терапевтических возможностей, так и инвазивных, как мы говорим. Причём инвазивный – это предмет отдельного разговора. А многие думают, что это обязательно скальпелем вскрыть, что-то там отрезать. Да, сейчас же технологий очень много, когда через артерию или через вену заходят. Мы прекрасно работаем, что называется, скальпелем. У нас работают великолепные кардиохирурги, которые делают, я считаю, лучшие в стране операции аортокоронарного шунтирования. Но, кроме того, мы владеем целым комплексом эндоваскулярных возможностей по лечению болезни сердца и сосудов. Расшифруйте только для наших зрителей. Эндоваскулярное, дословно, я прошу прощения, значит, внутрисосудистый, без разреза, путём прокола, скажем, специальной иглой и введения катетера в артерию. Мы доводим нужный инструмент до объекта воздействия, и это воздействие там осуществляет. Это даже без наркоза часто делается, да? Абсолютно. По-моему, стенды, я знаю, ставят без наркоза даже. Да, вот самый распространённый у всех на слуху – это стентирование коронарных артерий. Когда имеет место какая-то тяжёлая форма стенокардии, предположим, да, или есть поражение каких-то магистральных, крупных артерий сердца, что может грозить пациенту неминуемой гибелью, то, конечно, постановка такого стенда позволит и улучшить самочувствие, качество жизни, ну и в определённых ситуациях продлить жизнь. Вот. Процедуру мы сейчас, кстати, выполняем даже амбулаторно-поликлинически. У нас эта система налажена, вот в частности у меня подразделение. Утром пациент приходит, мы обследуем его, скажем так, ну, накануне, может быть, вот, и в этот же день проводим эту процедуру. Причём доступ не обязательно, скажем, артерии ноги, чего многие не любят. После этого нужно лежать сутки с вытянутой ногой, как бы этого и не любят. Вот. Пардон, в туалет не сходить, да. А мы это делаем через лучевой доступ, через руку, что, конечно, более приемлемо. Итак, через руку, прокол. Процедура в среднем длится около 40 минут. Вот после чего пациент уже с подчиненными, извините за рожгон, артериями, в общем, полежит 2-3 часа. Если всё в порядке, мы отпускаем его. В последние годы на вооружении врачей появились щадящие хирургические методы, позволяющие достичь высоких результатов. Это передний сходящий артерий. Вот видите сужение. А здесь вообще перерыв, да. Вот что приводит к стенокардии или к инфаркту. Видите, вот этот участок, выгибающий артерий, он почти перекрыт. Через небольшие проколы кожи под местным наркозом хирург вводит в сосуд тонкий металлический проводник, который доставляет в область сужения баллончик. Увеличиваясь под давлением воздуха, он расширяет проток, разрушает бляшку. Хирурги научились справляться даже с очень затвердевшими образованиями. У нас в последние годы появились такие вот ротоблаторы, то есть бур. Вот, то есть по проводнику проводишь бур с алмазом, ну знаете, спичечная головка с алмазным напилением. Значит, вот этот бур, он пробуривает канал, алмазное напиление, а потом уже по этому каналу можно баллончиком раздуть и поставить стенд. Стенд – тонкая трубочка, состоящая из проволочных ячеек, которая, расширяясь в области сужения сосуда, вжимается в его стенки и восстанавливает проходимость. Это устройство постоянно модернизируют. На его поверхность стали наносить лекарственный препарат, использовать новые материалы. Мы впервые в России поставили в 2012 году стенд, который растворяется из полилактида. То есть это не металлическая основа, а это полилактид, который в течение двух лет растворяется и уходит. И сосуд остаётся, он также с лекарственным покрытием. Ну вот после того, как поставили свой стенд, смотрите, этот участок, он полностью расширен, кровоток полностью установлен. Я думаю, что и стенокардия, и всё остальное должно пройти. То есть эффект очень хороший. Хороший эффект должен сохраняться долго, но на протяжении ещё многих лет состояние здоровья пациента врачи будут держать под контролем. Один из эффективных методов – стресс-эхокардиография. Это одновременное УЗИ сердца, снятие кардиограммы и мониторинг давления и пульса во время физической нагрузки. Мы попросим сейчас пациента крутить педали. Начинайте крутить от себя. Можно набирать чуть быстрее. Снимаем пациенту ЭКГ и также измеряем давление. Но приоритетным методом для нас является всё-таки визуализирующий метод. Он более точный, более информативный, более чувствительный. И, соответственно, мы будем всё это анализировать. Эндоваскулярные, то есть осуществляемые через сосуды, операции без разрезов находят всё новые сферы применения. В нашем центре разработана и внедрена в практику очень интересная операция. Это операция замены артального клапана без вскрытия грудной клетки. Операция интересная тем, что её можно проводить очень пожилых пациентов. Эти пациенты не переносят тяжёлые операции, не переносят наркоз, вернее, могут не перенести. И такая возможность установки нового биологического клапана без большой операции через сосуды, она, конечно, бесподобна и спасает жизни очень многим пациентам, тем, которым раньше помочь не могли. Скажите, насколько я понимаю, один из самых главных врагов сердечно-сосудистой системы – это повышенный холестерин. Ох уж этот холестерин, да. Вот на 4 фактора – это курение, холестерин, давление и ожирение – приходится более 60% причин развития инфарктов, инсультов, вообще смертельных осложнений. Представляете, да? Вот. Поэтому и работа медицины во многом связана с устранением этих самых факторов риска. Чем потом заниматься высокими технологиями, понятно, легче предупредить. Любой нормальный человек раз в год должен проконтролировать свой холестерин. Вы знаете свой холестерин? Да. Вы просто находитесь в той тонкой прослойке людей, которые реально занимаются собой. Таких, к сожалению, меньшинство. А надо как бы проходить. И это несложно. В любой поликлинике есть кабинеты. Сейчас налажены системы диспансерного учета. Было бы желание и стремление быть здоровым, что называется. Дальше. Давление. Сейчас есть способы измерения давления в домашних условиях. Автоматизированы эти системы. Сейчас принят некий норматив давления меньше, чем 140 и 90 миллиметров тутного столба. Вот тот уровень, к которому должны стремиться практически все. 140 и 90. Это такие общие рекомендации. Курение, я об этом уже не говорю, понятно, что отказ. Есть такая сказка, что якобы быстрый резкий отказ, это может навредить. Это полное заблуждение. Полное заблуждение. Важно понять, что само курение, сам факт курения является уже фактором, резко ухудшающим всякий прогностический аспект. Поэтому отказ жесткий, без всяких каких-то. Ну и последнее, это очень тесно связано между собой, аспект, связанный с перееданием, ожирением, с нарушением углеводного обмена. Очень надежный критерий – это индекс массы тела. Он должен быть в диапазоне от 25 до 27. Как вымерить? Очень просто. Масса в килограммах тела, поделенная на квадрат роста, выраженный в метрах. Индекс массы тела от 25 до 27. Вот четыре критерия, которые позволяют быть уверенным, что человек находится на правильном пути. Юрий Николаевич руководил конструкторским бюро, работающим в области атомной энергетики. А выйдя на пенсию, посвятил свое время семье увлечением обустройству дома и дачи. Я себя считал здоровым, крепким мужиком таким, что умеют все сделать руками. Да, вот. Ничем не болел, по врачам никогда не ходил. Тут все удивляются, ты чего и кровь никогда не сдавал. Оказалось, да. Я покуривал, и вот как раз, когда я вышел на балконец покурить после обеда, вот тут вот этот спам в груди, он, табак, он вызывает сужение сосудов. Ну, это привело к этому спазму и тому, что я оказался вот тут вот. Юрию Николаевичу, можно сказать, повезло. Быстро приехала скорая, которая доставила его в кардиологический центр. Диагностировав инфаркт, дежурная бригада хирургов сразу приступила к операции. Меня положили на стол, и вот они через руку туда вводят в сердце такую штуку. Я был в сознании, да, был местный наркоз, тут, тут что-то такое. Ну, я видел там какие-то сосудики. Но, тем не менее, они это все успешно сделали, поставили там один стенд. Благодаря установке стента был восстановлен кровоток. Угроза жизни миновала, но у пациента был обнаружен диабет в запущенной форме, который вместе с другими факторами, курением и избыточным весом, и стал причиной нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Жена говорит, давай, иди кровь сдай, иди кровь сдай. Идем вместе сдадим. Ну, что там из пальчика? Да ладно, да потом, вот то на дачу надо, то куда-то. Я не сделал этот анализ. А если бы я его сделал, может быть, и инфаркта бы не было. После операции Юрию Николаевичу пришлось не просто сдать кровь, но и пройти доскональное обследование, по результатам которого врачи приняли решение о тактике дальнейшего лечения. Все процедуры, все, что я только представлял, все поделали. И всякие кардиограммы, и кровь, и разные приборы привозили. То есть тут еще интересно то, что это все оборудование есть, но мало того, что оно есть, оно все работает. И есть кому рулить этими сложные устройства такие. На данный момент состояние его стабильное. Вероятно, потребуется второй этап эндоваскулярного лечения в течение месяца. Его вызовем на повторную госпитализацию. Вот будем проводить еще стентирование другой артерии. Врачи рекомендовали Юрию Николаевичу отказаться от курения, соблюдать диету и приступить к занятиям физической культурой. Если человек начал заниматься спортом, но дает неправильные нагрузки, какие у него появляются симптомы, чтобы вот он пошел, допустим, к грамотному тренеру или врачу и проконсультировался, какие все-таки нагрузки ему можно давать? Какие вот симптомы неприятные появляются? На которые можно опереться. Это то, что любая физическая нагрузка должна быть в радость. Она не должна сопровождаться каким-то чрезмерным утомлением, какими-то мужичными болями, тем более какими-то более серьезными нарушениями. Например, головокружение, обморок, потеря сознания. Понятно, что до этого ни в коем случае нельзя доводить. А для сердечно-сосудистой системы какие упражнения более полезные? Длительные, без серьезных нагрузок, я имею в виду тяжелых, да? Или же занятия такие, как шптанга, гантели? Сопровождающиеся длительной изометрической нагрузкой. Вопрос тоже очень замечательный. Надо сказать, что истина всегда посередине. Должен быть обязательно комплекс, который бы включал в себя и то, и другое. Если мы говорим о здоровье какой-то ситуации. Если говорить конкретно уже о пациентах, страдающих болезнями сердца, сосудов, то, конечно, превалировать должны быть динамические нагрузки. Это вот, скажем, виллергометрия, плавание, мыстайры. То есть медленная, плавная нагрузка. Контроль частота сердечных сокращений. Скажем, для каждого возраста есть свой некий предел по частоте сердечных сокращений. И мы должны понимать, что нагрузка не должна приводить к росту ЧСС выше 70% от максимально допустимой. Максимально допустимая. Она разная по возрасту и по полу. Вообще, чтобы быть абсолютно уверенным, то частота в районе 120 является наиболее приемлемой для большинства. Вопреки существующим в обществе стереотипам, людям, имеющим проблемы сердечно-сосудистой системы, даже тем, кто перенес операцию, показана физическая активность. Важно правильно подобрать занятия и приятное, и полезное, а также внимательно контролировать нагрузку. Все более популярной в нашей стране становится скандинавская ходьба. При таком движении задействовано гораздо больше мышц, чем во время обычной прогулки. Но вместе с тем нагрузка нечрезмерна и легко регулируется за счет темпа. Со скандинавскими палочками ходят только хорошие люди, те, которые готовы заниматься собой. Поэтому очень хорошая компания, и работать очень легко. Это дает даже дополнительные силы какие-то для жизни. Бальные танцы – подходящий вариант для тех, кто неравнодушен к прекрасному. Идеальное сочетание красоты, движения и дружеского общения поднимает настроение и придает сил. Общение. Эмоционально, насколько это все поднимается. Уже приходишь домой, хочется и это, и это делать. Так что я считаю, это очень много дает. Хожу на балы, и от этого получаю огромнейшее удовольствие. И это мне предлевает, как говорится, жизнь и настроение поднимает. Людям, склонным к размышлениям и медитации, подойдут восточные практики, которые сочетают движения с философией и созерцанием. У меня в группу уходит человек, которому 80 лет. И то, что он говорит, меня только вдушевляет. То есть это улучшение физического самочувствия. После занятия там всегда очень так тепло, радостно, спокойно. Для сосудистой системы могут быть полезны закаливающие водные процедуры. Проводить их, конечно, нужно с умом. Начиная с прохладного обливания дома и только потом переходя к купанию в открытых водоемах. Все время нужно бороться, все время нужно преодолевать. Все время нужно все равно не оставаться на месте. И не рассчитывать действительно до такой степени на медицину, на эти все препараты химические. Все-таки мы еще можем и от своего организма чего-то добиться такого же улучшения. Конечно, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы выполнять эти и любые другие физические нагрузки необходимо с осторожностью, проконсультировавшись с врачом. В вашем центре, насколько я знаю, работают специалисты не только кардиологи, но и большие профессионалы в других областях медицины. С чем это связано? Если вспомнить мудрость наших предков, советского и российского, скажем так, русского здравоохранения, нужно лечить не болезнь, а человека. Вот такое крылатое выражение очень популярное в медицинских институтах. Не болезнь, а человека. Итак, болезни сердца не приходят одни. Как правило, они сопровождаются какими-то сопутствующими проблемами. Чаще всего это нарушение, конечно, углеводного обмена и сахарный диабет. Вообще это сладкая парочка принято считать. Болезни сердца и сосудов, диабет вместе встречается очень часто. И выходит, что врач вынужден заниматься не только кардиопроблемами, а смотреть весь комплекс вопросов, связанных с конкретным, конечно, человеком, конкретным пациентом. Спасибо большое, Фаиль Тайпевич. Я надеюсь, что наша беседа послужит толчком многим заняться все-таки здоровым образом жизни, бросить обязательно курить и начать заниматься спортом. Спасибо большое, будем надеяться. Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей студии был Фаиль Тайпович Агеев, руководитель научно-диспансерного отдела российского кардиологического научно-производственного комплекса Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор. Ну а мы продолжаем нашу программу. 61-летний Валерий Щенков с легкостью взбирается в кабину легкомоторного самолета. Делать это ему не впервой. В кармане удостоверение летчика-любителя. Еще когда я в школе учился, я мечтал об этом. Я спросил отца, почему меня назвали Валерием. Он ответил, в честь Чкалова. Я решил, что буду летать. Мечта подняться в небо за штурвалом самолета не оставила Валерия и после окончания школы. Пока учился в техниках минозубного протезиста, между лекциями осаждал местный досав. Но кому был нужен глухой мальчишка? Окончил институт, стал отличным стоматологом. Открыл собственное дело. Кстати, Валерий Николаевич – единственный глухой человек, который руководит стоматологической клиникой. Но что бы он ни делал в своей жизни, в его голове всегда звучала фраза из известной песни «Первым делом самолеты». Чтобы стать пилотом, ему пришлось побывать в разных кабинетах. Помочь ему решилась знаменитая летчица Валентина Грязодубова. Она поговорила с кем нужно и посоветовала Валерию Николаевичу обратиться в Федерацию любителей авиации. Уже через несколько месяцев после первого занятия он совершил самостоятельный полет. Прошел учебные тренировочные полеты. Налетал 30 часов, сдал экзамены. Прогулки под облаками для него – непраздное увлечение. Несколько лет назад он защитил звание кандидата в мастера спорта. В день, когда наша съемочная группа приехала на аэродром под Коломной, Валерий Николаевич принимал участие в соревнованиях по авиаралли. Если у человека есть мечта, если он свою мечту воплощает вне зависимости от своих физических качеств, вне зависимости от сложности этого процесса, то можно всегда снять шляпу перед этим человеком, потому что он действительно идет к тому, что ему нравится. Валерий Николаевич никогда не считал себя человеком с ограниченными возможностями. Брал любую высоту, которую ставил перед собой. Такое впечатление, что он никогда не бывает в плохом настроении. Каждый полет комментирует поднятым вверх большим пальцем. Мол, все хорошо, и так держать. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184, Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес, фактор жизни собачка, яндекс.ру. Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. Редактор субтитров А.Семкин.